Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы начинаем новый цикл бесед по посланиям первоверховного апостола Павла к Тимофею. Сегодня мы приступаем к изучению первого послания к Тимофею, первая глава. В православной толковой Библии говорится следующее. Два послания апостола Павла к Тимофею и послания к Титу называются пастырскими посланиями, потому что содержат в себе наставления апостола Павла к двум вышеназванным его ученикам о том, каковы должны быть пастыри церковные и в чем должна состоять их деятельность церкви. Наставления эти были предназначены апостолом Павлом не только для Тимофея и Тита, но и для пастырей всех последующих времен. Владыка Аверкий Таушев, архиепископ, пишет о цели написания первого послания к Тимофею. Цель этого послания видна из слов самого апостола Павла. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живаго, стол по утверждению истины». Оставляя Тимофея в Эфесе, святой Павел, конечно, многое сказал ему, но многое и не успеть мог, и не иметь времени подробно рассказать все нужное. Поэтому теперь, опасаясь, как бы не стали пренебрегать его юностью Тимофея, он пишет ему целое руководство пастырской деятельности, такое завещание, чтобы он мог воинствовать, как добрый воин и как мудрый и опытный старец. О времени написания мы находим следующее сообщение у Владыки Аверкия. «Временем написания этого послания был период между первыми и вторыми узами или четвертой путешествия святого апостола Павла между 63 и 64 годами по Рождестве Христовым». Теперь о содержании первой главы. После вступления, вступление – это с первого по второй стих, следует повеление, данное Тимофею – это с третьего по четвертый стих, объяснение истинной цели закона – это с пятого по одиннадцатый стих, воспоминание Павла о том, как он сам был призван к апостольскому служению и выражение благодарности за это. Это с двенадцатого по шестнадцатый стих. Семнадцатый стих – это доксология, то есть хвалебный гимн. Далее повторение повеления Тимофею – это восемнадцатый стих, и об именные и Александре с девятнадцатого по двадцатый. И мы читаем вступление. Первый и второй стих. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею – истинному сыну вере, благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего. Вступление, в общем-то, обычное для апостола Павла. Нечто подобное мы видим и в других посланиях. Здесь обращает на себя внимание то, что Павел называет Тимофея истинным сыном вере. По этому поводу преподобный Ефрем Сирин пишет «Тимофею, возлюбленному сыну моему, не по природе, но в вере и крещении, ибо он, Павел, научил его, благодать с тобою и мир, достигаемый посредством даров Духа, пребывающих в тебе, от Бога Отца нашего, сделавшего достойными язычников, которые называли Его Отцом, хотя и знали Его, Бога, только по имени одному, и от Господа нашего Иисуса Христа, то есть от того, кто есть Господь наш, как по плоти, так и по Божеству своему». Апостол Павел писал нечто подобное в 1 Коринфянам 4, 15 «Ибо хотя у вас тысяча наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благоествование». Вот на это надо обратить внимание протестантам, неопротестантам, которые иногда отвергают этот термин «отец» по отношению к священнослужителю. «Во-первых, отцы в церкви были, но немного отцов», – пишет Павел. Именно духовные отцы – это те, которые рождали через благоествование, через проповедь Евангелия. И это ни в коем мере не входит в противоречие с известными словами Христа «никого не называйте отцом», потому что в данном случае имеется в виду, что Бог, который является отцом всех по праву Творца, никто не может являться таким же отцом всех. А у нас есть плотские отцы, мы называем их отцами, и Библия называет их отцами, «почитай отца и мать», и у нас есть духовные отцы. «Немного отцов» «Я родил вас во Христе Иисусе благоествование». Далее первое послание к Тимофею, первая глава, «Повеление, данное Тимофею», это с 3 по 4 стих. Павел пишет. «Отходя в Македонию, я просил тебя пребывать в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели божье назидание в вере». Евсевик Кисарийский, отец церковной истории, пишет. «У Павла было множество соработников и, как он сам их называет, соратников. Большинство из них удостоены памяти неприходящей, ибо Павел неоднократно свидетельствует о них в своих посланиях. И Лука в деяниях поименно упоминает наиболее известных». Рассказывают, что Тимофею первому выпал жребий быть епископом в церкви Эфеса, а Титу в церквах Крита. Конец цитаты. Это церковная история Евсевия Кисарийского. «Поэтому смысл третьего стиха, отходя в Македонию, я просил тебя пребывать в Эфесе и увещевать некоторых, это означает, чтобы он пребывал в Эфесе в качестве епископа». Игнатий Антиохийский, священномученик, пишет, «Люди, которые кажутся достойными доверия, а между тем учат иному, не должны смущать тебя. Стой твердо, как наковальня, по которой бьют. Великому борцу свойственно принимать удары и побеждать. Особенно же для Бога мы должны все терпеть, чтобы и сам Он потерпел нас. Будь еще усерднее, нежели теперь. Вникай в обстоятельства времени. Ожидай того, кто выше времени, безвременного, невидимого, но для нас сделавшегося видимым, неосезаемого, бесстрастного, но для нас подвергшегося страданию, все ради нас претерпевшего». Это из послания к Поликарпу Игнатия Богоносца. Это хорошее объяснение по поводу того, что пишет здесь Павел, чтобы они, то есть еретики, не учили иному и не занимались баснями, родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божьи назидания в вере. Еретики наиболее враждебно себя проявляли по отношению к ортодоксам, к православным. Иногда сами они становились причиной мучений для ортодоксальных христиан. Далее идет объяснение истинной цели закона с 5 по 11 стих. Вопрос о законе – это центральный вопрос в посланиях апостола Павла, прежде всего в послании к Коринфянам и в послании к Галатам. Главная тема – о законе и благодати. И мы читаем с 1 стиха и ниже. «Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры». То есть цель любого увещевания, даже еретиков, это нежелание их опозорить, обесчестить, разоблачить, отправить в тюрьму, передать их дело в полицию. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца. Подобное писал и Ава Дорофей, когда он говорил, «Даже не подходи к человеку со словами обличения, если у тебя нет для него слов исправления». То есть мы всегда ищем благо для всех, в том числе и для тех, каковых мы обличаем. И второе послание к Фессалоникийцам, третья глава, 14-15 стих сказано, «Если же кто не послушает слово наше во всем послании, того имейте на замечание и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его, но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата». Итак, апостол Павел заповедовал нам смотреть на заблудших, которые оспаривали авторитет апостольских посланий, как на братьев. Заблудших, но братьев. И все мы знаем, что сказано в первом послании Коринфянам 13-2. «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Богу не нужна никакая православная вера, точнейшее ее выражение, если все это не соединено с духом любви. И на это очень важно обращать внимание. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, то есть не показная любовь как стратегия миссионерской открытости, а по доброй совести и нелицемерной веры. Отчего, отступив, некоторые уклонились в пустословие. Когда человек начинает много рассуждать и все не по делу, это всегда является результатом уклонения от любви. «Желая быть законно учителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают». Стремление стать учителями – это акт гордыни для многих людей. «А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его». Здесь вот рассуждение о законе. И апостол Павел, который в разных своих посланиях называет закон также святым, здесь он пишет, что закон добр, если кто законно употребляет его. Что значит законно? Если я использую закон для того, чтобы обличать других людей, то это неправильно. Если я использую закон в качестве зеркала, которое помогает мне рассмотреть мое настоящее состояние, то это разумно и правильно. Девятый стих апостол Павел пишет, «Знай, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей, отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятва преступников и для всего, что противно здравому учению». Итак, здесь апостол Павел говорит, что закон прежде всего дан для грешников. в каком смысле? Обычный человек, который не совершает никаких преступлений, он не интересуется уголовным кодексом и редко в него заглядывает, едва ли его имеет в своей библиотеке. И наоборот, уголовники очень хорошо знают уголовный кодекс, они точно могут назвать ту или иную статью, подраздел этой статьи и так далее. И в послании Иакова, первая глава с 23 по 25 стих, мы находим такие слова. «Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале». «Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем, забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Действительно, назначение закона – это зеркало, которое помогает нам разобраться в нашем теперешнем настоящем состоянии. И если мы так разумеем закон, то это правильно. Праведные люди, они немножко иначе исполняют заповеди. Как блажен Августин говорит, «Люби и делай все, что хочешь». То есть, если ты любишь, ты не будешь делать ничего плохого, ибо любое зло, оно суицидально, является актом ненависти. И блаженный Августин в трактате «О духе и букве» пишет, «Связывая здесь как бы противное между собою, молит и просит апостол читателя, чтобы он рассмотрел и решил этот предлагаемый ему вопрос. То есть, каким образом закон добр, если кто его законно употребляет, зная при том то, что он праведнику не положен. Правда, что никто не может употребить его законнее праведного, ну, в том смысле, что праведники исполняют закон, даже не зная его, но он ему не положен праведному, ему достаточно иметь любовь и делать все в соответствии с ней. Августин пишет, «Следовательно, неправедный для того должен употреблять закон законно, чтобы оправдаться, чтобы, когда он уже оправдается, то закон ему бывает не нужен, так же, как учитель становится ненужным научившемуся». Конец цитаты. Таким образом, не надо удивляться вот этим словам апостола Павла, «А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых». Опять же, как уголовный кодекс, особенно внимательно его надо изучать, и они это делают, как раз, людям с уголовными наклонностями. Далее, с 12 по 16 стих воспоминания апостола Павла о том, как он сам был призван к апостольскому служению и выражение благодарности за это. Читаем. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что он признал меня верным, определив на служение, меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потом, что так поступал по неведению, в неверии». Здесь апостол Павел объясняет, почему Христос его помиловал, потому что он, Павел, так поступал по неведению, пребывая в неверии. И сам Христос в этом всегда видел причину для оправдания людей. Например, на кресте он молился, «Боже мой, прости им, они сами не знают, что они делают». Далее апостол пишет, 14 стих и далее. «Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно, с верою и любовью во Христе Иисусе». Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. А в послании к римлянам апостол Павел уточняет, что Христос умер за нечестивых, едва ли кто умрет за праведных. Далее, 16 стих. «Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Действительно, долготерпение Божие ведет к покаянию и нет более яркого образа, чем образ Савла-гонителя, которого Господь долготерпел, ожидая его покаяния. И когда на пути из Иерусалима в Дамаск Господь Иисус остановил его, это был момент духовного прозрения Савла, будущего Павла, хотя в этот момент он на какое-то время физически ослеп. Блаженный Августин, это его проповедь 175-я, пишет, «Как сам Савл, впоследствии Павел, радуется, что снискал милость Божию, поскольку он находит себя первым, то есть превосходящим других в грехах, так пусть и каждый скажет себе, если Павел был исцелен, зачем мне впадать в отчаяние, если таким великим врачом, то есть Христом, был исцелен столь безнадежный больной, почему я не приложу к моим ранам, почему не поспешу прибегнуть к помощи этих рук Христа, чтобы люди говорили подобные вещи, убедились бы в этом. Савл из гонителя сделался апостолом, потому что врач там, куда он приходит, ищет кого-то, потерявшего надежду, и его лечит, и если находит очень бедного, но при этом отчаявшегося, он там не плату ищет, а выказывает свое искусство. Действительно, Бог ищет благо для нас даже путем самоуничижения, как тот же Павел пишет о Христе, что он принял образ раба. Далее идет доксология, то есть хвалебный гимн, восклицание, это 17 стих. Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков, аминь. Святитель Григорий Низкий, пишет «Мы ведь знаем, что из всех имен, посредством которых обозначается божество, одни, употребляемые и понимаемые в их собственном смысле, указывают на божественное величие, другими же именуются действия в отношении нас и всего творения. Когда же божественный апостол говорит нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу и тому подобное, то посредством этих имен он выражает понятия, которые дают представление о Всевышней Силе. В других же случаях говорится в Писании о сострадательном и милосердном и многомилостивом истинном благом Господе, враче, пастыре, пути, хлебе, источники, царе, творце, создатели, защитники, которые надо всем и через все, которые все и во всем. Такие подобные именования охватывают отражение действий божественного человеколюбия, божественного человеколюбия в творении. Это из работы, которая называется «Опровержение исповедания Евномия» святителя Григория Низкого. Итак, в этой доксологии, в этом хвалебном гимне прежде всего Павел называет Бога царем. Царь по-еврейски Мелых – это тот, который по праву Творца, когда мы применяем это слово к Богу, является единственным собственником во Вселенной. Все от Него и к Нему и в Нем. царю же веков нетленному, то есть Бог владыка времени, невидимому, единому, премудрому Богу. Сначала здесь нетленному, потом невидимому, единому, премудрому Богу. А Бог нетленный, потому что в Нем нету ничего материального, того, что могло бы соскальзывать в состоянии тленности. Он абсолютно чистый Дух. И хотя Бог присутствует везде, Он нигде не смешан с материальным миром. Как лучи Солнца, они могут казаться чистых вещей и нечистых, но от этого лучи Солнца не оскверняются. Также в этой доксологии Павел называет Бога невидимым. Бог не является объектом, поэтому он не может иметь какие-то очертания, какие-то формы. Сказано о Боге в Библии, что небеса небес не могут его вместить. Единому, премудрому Богу воздает Павел честь и славу. Нет мудрости выше божественной, которая имеет выражение в понятии София, то есть премудрость Божия. Это по поводу вот этой доксологии 17 стиха. Далее повторение повеления Тимофею, читаем стих 18 «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, то есть с этими пророчествами, наставлениями, как добрый воин». Земная церковь, она и называется странствующая и воинствующая, не в том смысле, что мы с кем-то воюем по плоти. Наша брань не против плоти и крови, но против сил злобы поднебесной. И когда человек становится священнослужителем, тем более епископом церкви, на него обрушиваются все силы ада, поэтому мы должны поддерживать наших епископов, пресвитеров и деканов, каждый из них в зависимости от того служения, которое он совершает, вызывает лютую ненависть дьявола и тех, которые последуют ему, дьяволу. И далее говорится о таких людях, которые презирали апостола Павла об именее и Александре, 19-20 стих. Здесь апостол пишет «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение вере, таковые именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Кораблекрушение верить терпит тот, который отходит от истинных путей веры. Что значит Павел предал их сатане? То есть их отлучили от церковного общения. И теперь они смогут убедиться в том, как трудно жить без средств благодати, не приступая к таинствам церкви. И в первом послании Коринфянам он там отключает человека за блуд, а во втором прощает его, во втором послании Коринфянам как претерпевшего наказания, поэтому такие серьезные наказания они всегда носили все-таки педагогический смысл и назначение. Таковы именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Святитель Афанасий Великий пишет «Поэтому, когда приобретает кто совершенное знание о чем-либо подобном, тогда будет иметь правильное и здравое разумение веры, а если кто что-либо подобное перетолкует по-другому, то есть знание, полученное в церкви, будет по-своему интерпретировать, то вскоре впадет в ересь. Ересь – это неправильный выбор. Само слово ересь означает выбор. Так не ко времени ошибались именей и Александр, говоря, что воскресенье уже было, а Галаты уже после надлежащего времени возлюбили обрезание. Конец цитаты – это из трактата против Ариан святителя Афанасия Великого. Профессор Десницкий пишет, «Именей и Александр оппоненты Павла, видимо, именно их проповеди он призывал Тимофея противостоять». То есть важно было противостоять их проповеди. Скорее всего, это тот же именей, который упомянут и во втором послании к Тимофею 2.17. Под именем Александр нам известны эфесские иудеи, смотрите книгу Деяний 19.33 и Медник 2. Тимофея 4.14. Это вполне может быть один и тот же человек. Предал сатане Павел, наложил на своих противников заклятие. Сравните книгу Деяний 13.13.4.12. Или «Изгнал их из общины». Смотрите 1 Коринфянам 5.5. Конец цитаты. Итак, сегодня, друзья, мы сделали обзор 1 главы 1 послания к Тимофею. Если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем делать обзор 2 главы этого же послания. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. «Изгнал – Продолжение следует...